В пятницу свой рабочий день губернатор Павел Коньков провел в Вичуге. Глава региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство Николая Красильникова. Владелец 250 гектаров земли, занимается производством сельхозкультур. Также фермер разводит лошадей, породы советский тяжеловоз. Сейчас в хозяйстве 46 голов, а в планах целый конезавод. Жеребята, то есть отъем кобылки, стоит 200 тысяч на конезаводах. Такая цена, и не просто взять их, конечно. То есть буду давать тебе, что им не гоже, то забери, пожалуйста. Но я считаю, что у меня, в общем, кругом знакомство хорошее. То есть меня принимают так же, как и незаводчика настоящего, а не какого-то перекупщика. То, следовательно, я могу приобрести этих хороших. Разведение лошадей – дело затратное. 800 тысяч рублей правительственного гранта в 2012 году хватило только на кровлю конюшни. Губернатор пообещал поддерживать фермера и в дальнейшем. Я думаю, что мы вместе с департаментом сельского хозяйства посмотрим, как в дальнейшем им помогать. Сегодня определенная помощь оказывается, но, конечно, для серьезного развития это недостаточно. Вообще, судя по рассказам владельцев, это достаточно капиталозатратный бизнес. Далее в маршруте губернатора – поликлиника номер 3 Вичугской ЦРБ. В 2012 году ее отремонтировали, закупили новое оборудование. Учреждение получило положительную оценку главы региона. Мы должны активно внедрять стационар дневного пребывания, потому что по эффективности он ничем не уступает, как правило, обычному стационару, а с точки зрения экономии средств – значительная экономия, и позволяет эти средства направить на дальнейшее совершенствование лечебной системы. В рамках Дня губернатора в Вичуге Павел Коньков также посетил Ивановскую текстильную компанию. Учреждение от визита и перспективы развития района члены правительства обсудили на итоговом заседании. Елена Белова, РТВ Иванова